Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Паробразования, с вами Бородатый Дядька и сегодня у нас в гостях Рубен. Но прежде чем начнем наше небольшое интервью, также хочу отдельно поприветствовать слушателей Вейп Радио, ибо это первое интервью, которое пишется сразу и на канал Паробразования и на Вейп Радио. Итак, перед нами Рубен. Это один из тех людей, который организовал Глобал Вейп. Ну, точнее сказать, президент. Если точнее, да. Рубен, а как ты вообще докатился до такой жизни, что пришлось организовывать Глобал Вейп? Несколько лет назад я в попытках бросить курить увидел такие прикольные штучки, которые, значит, выпускают, да. Много плана. Ну, я перестал курить с помощью Вейпа. То есть прям конкретно с электронного девайса уже на... Да, да. Ну, то есть это, конечно, было не с первого раза. Первый раз это было две недели, потом я покурил, и я просто заметил такую, ну, существенную границу самочувствия. Вот. Потом я стал выпить. Вот. Сейчас я, как бы сказать, парю, скажем так, не в режиме нон-стопа, а по удовольствию, по ощущению. Вот. Если говорить о кальян, то это, наверное, то, после чего я себя чувствую хуже всего, потому что он какой-то бесконечный. Ну, да. И там дым, в отличие от... Согласен. В общем, давай потихонечку людям расскажем, как все-таки пришла идея именно организовать Глобал Вейп. Потому что я на нем лично присутствовал. Вот. Я сейчас от себя свои пять копеек вставлю, но для начала расскажем вообще про мероприятие. Как это пришло в голову? Мы посмотрели на рынок и придумали свой бренд. Жидкости под брендом Йога. Вот. Слоган «Выпусти пар». Это, в принципе, то ощущение, которое мне пришло, вот как только я начал парить. Я прям чувствую, что я выпускаю пар. Мы организовали производство реально на Алтае, реально в городе Барнауле. И, наверное, это одна из немногих площадок, которых можно реально назвать производством, потому что есть своя лаборатория и все остальное. То есть это уже конкретная лаборатория, где люди в халатах, где есть условия. Абсолютно, да. Именно так и есть. Мы нашим покупателям, ну, B2B, да, оптовым, мы на каждую партию даем сертификат качества, который делается на, условно говоря, замес. То есть есть технические условия, и все. Да, да, да. Я понял. Вот. Ну и, соответственно, мы начали делать различные промо, в том числе поучаствовали на каких-то публичных мероприятиях. И просто поняли, что в этом, как бы, в этом смысле есть абсолютный вакуум. То есть происходят, значит, события там в рамках фестиваля, да, вот был русский вейп, соответственно, то, что называли почему-то выставкой в Сокольниках. Вот. Ну и нам просто показалось, что в этой области ивентов есть ниша. Есть? Куда? Почему? Да. Почему я так подумал, на самом деле? То есть у меня были вопросы и претензии к предыдущим мероприятиям. Ну, я не вправе кого-то учить, да? То есть мне показалось странно, что, ну, скажем так, мне показалось очень логичным, если компания из нашей индустрии будет делать для нас же самих мероприятие в том формате, в котором мы сами для себя его видим. А не бесконечно ругать там, как выставки сделаны, компании, которые, ну, в этом вообще отношения не имеют. Давайте так. Был на Вейп-Экспо. Есть кое-какие моменты, которые там в организационном плане мне лично не понравились. В Global Wave, и это мое мнение, и не только мое мнение, большинство обзорщиков высказали следующую точку зрения. То есть очень хорошо было все организовано. Единственный косяк, как обычно, да, не хватило именно экспонентов, не хватило железок. Были такие комментарии, да, там, сейчас вот вспоминаю просто свое интервью с Бабосим, который говорит, ну, типа, все ругались, что сиськи вейпинг продвигают, а тут вот, типа, сделали все окулюторно и не так весело получилось. То есть вот по этому поводу какие-то комментарии можете дать? Ну, во-первых, да, мы учли по поводу сисек. Вот это, наверное, единственная тема, которая выпала. Все остальное, ну, изначально, просто моя идея была, если делать мероприятие, то делать его в том формате, в котором это можно назвать международной, сука, выставкой. Вот я вот, ну, я вот так вот мыслю, да. Вот это все вот как раз по тому поводу, что многие, типа, зачем в Крокусе? Вот именно вот. Я тебе могу сказать так, что многие компании делали попытки заходов к Крокусу, вот, и, если честно, я этого не знал, узнал только, когда уже договорился. Вот. На самом деле это, наверное, одна из самых профессиональных площадок, в первую очередь из-за людей. Вот они все договорибельные, и мы просто объяснили, и еще будем вот дальше продолжать объяснять, что есть формат. То есть есть формат индустриальное, интересное, строительное, а есть выставка. Вот. И, соответственно, этому формату соответствует все. И какие ребята к нам приходят, и уровень музыки, и веселье, и веселье, и веселье. То есть, по сути, сейчас, на сегодняшний день, вы для себя сделали какие-то выводы, о которых вот как раз и обзорщики говорили, да, и вот о том, о чем мы сейчас говорим. И уже предстоит еще одна выставка, насколько я понимаю, это будет Global Wave, но уже в ином формате, то есть он уже будет называться Global Fest. И что будет представлено на Global Fest? То есть это будет... То есть вообще на хрена, да, и что это такое? И где? И где это будет? В каком формате? Значит, на хрена. Вот, первый вопрос. Мы для себя этот формат назвали фестивалем, Fest, да. То есть это, как бы сказать, все легче. Площадка легче, участие дешевле и легче, там, для участников по документу обороту все легче. И такое, больше музыки, я извиняюсь, пива, веселье, вот. То есть фактически то, чего не хватало людям. То, чего не хватало, да. Мы просто понимаем, как мы назвали вещи своими именами. По-честному, да. То есть многие люди туда так и приходили. Ну, зачем? Вот выставка, это должен быть профессиональный выставочный комплекс. Кто хочет поговорить переговорно, кто хочет бухнуть, бухалочная. Вот, фестиваль, это фестиваль. И это то, я считаю, по-настоящему честно, что нужно в конце года. Потому что деловая активность уже сам знаешь. Ну, то есть многие думают, там, в конце года, многие хотят своим клиентам различные праздники устроить, сюрпризы. Вот, поэтому у нас там будут беспрецедентные всякие розыгрыши призов денежных. Будет, на самом деле, очень весело и продуктивно. То есть уже, ребята, Global Fest, это будет событие, которое будет отличаться от простой выставки и будет уже более тусовочным местным. Абсолютно верно. То есть это будет также профессионально организовано той же командой, но в другом формате. Команду вы не стали менять. Решили оставить именно ту, которая была. Ну, потому что, действительно, зачем ее менять, если ребята отработали, это лично мое мнение. Я сам столкнулся, то есть вот прям лицом к лицу с этой командой, да, и мне понравилось все. Начиная от того, как проходили, да, люди на Global Wave. Да. Начиная с проходки, заканчивая местами, где, например, вот мы, блогеры, да, могли в отдельном павильончике засесть без музыки, отдохнуть на диванчиках, попить там чай, кофе и так далее. Вот чего мне не хватало на других выставках, вот, скажем так. Но если туда еще сейчас добавить веселье, по крайней мере, бабось, вот специально для тебя, вот такой вот комментарий. Все, будут и сиськи, и пиво, и будет весело. Не, ну, слушай, ну вот есть бургерное из охрененного мяса, да, это бургерное. Есть ресторан с салфетками и стейками, это ресторан. Давайте вещи называть своими именами. Вот если это выставка, это выставка. Если это фест, значит это фест, ребят. Ну вот и все. Место проведения неизменное. Есть такая охренительная площадка в городе Москва. А уникальная она не только для города Москва. Называется это Тесла. Тесла. Вот. Это на самом деле очень концептуальное, уникальное место. Ну, оно недалеко от метро, оно в центре, там есть парковка, там 4 или 5 входов, вот. Но самое главное, что там абсолютно уникальны, если ты знаешь, стены, которые являются и проектором Ж. То есть высота потолка больше 40 метров. И мы эти стены будем использовать для разных видосов, для разных развлечений. Ну, то есть это будет чума. То есть, короче, решили ребята вообще заморочиться. Вообще заморочиться. Тут и в Крокусе было неслабо, потому что все ходили такие, да, ядрен батон, нифига себе. Вот. А тут-то будет вообще прям по красоте. Да, это так и есть. То, что касается экспонентов, да, и людей, которые заедут к вам, именно как выставочные образцы свои повезут. Уже какие-то компании добро дали, вообще времени хватит вот на все на это дело. Потому что тут-то размаха, я так понял. Ну, мы с тобой общаемся почти в середине августа, вот. Но это не тот момент, когда мы начали действовать. То есть наши действия понятны, нам расписаны, работа идет полным ходом, вот. И даже сейчас, поэтому, как бы, ну. Ну, то есть железки постарайтесь затащить. Просто в прошлый раз, насколько я понял, некоторые экспоненты вас крупно подвели, вот. Потому что и твиттер там разными всякими, да, этими пестрил разными комментариями от китайских наших товарищей и так далее. Вот. Ну, в этот раз, я думаю, что, ну, по крайней мере, будем надеяться, что никто не подставит. Вот так вот. Ты знаешь как, если говорить честно, по поводу, да. Если, ну, подвели многие, скажем так, ребята, я не испытываю никаких вот моментов к ним. Потому что понимаю, что у многих, у очень многих были сомнения. Не то, что как это будет, а будет ли это вообще. Потому что заявка была буйная, вот. И, в принципе, там некоторые говорят, ну, хреново прошло. Я так не считаю. То есть если это разделить, все мероприятие, да, на комплекс, который зависит от участников, и комплекс, который зависит от организаторов, мы, по-честному, со своей стороны сделали абсолютно все, понимая, что... В плане организаторском я точно согласен, потому что, ну, все об этом говорили. И еще раз. А когда люди приходят, говорят, ну, говнище, мало экспонентов, нет железа. Ну, ребят, давайте будем честными. Я понимаю, там, китайских товарищей, которые, скажем так, посомневались, да, и не все приехали. У меня к этому вообще вопросов претензий нет. То есть мы должны были показать, что мы состоятельные, дееспособные. Ну, это рынок. Ну, никто к тебе не побежит-то с первого раза. Вот лично твое мнение по поводу рынка, раз уже зашел такой, ну, вообще разговор, да, проседает ли, есть ли спад, или как вообще сейчас вот в мире вейпинга в России, как рынок себя чувствует? Мое мнение, если в двух словах, он, скажем так, становится более упорядоченным. То есть это индустрия, вейпинг, он из состояния супермоды переходит в один из товаров, продуктов, да. Поэтому, конечно, компании, которые развивались на перегретом рынке, просто этому было модно. То есть никто там, условно говоря, не считал, 10 магазинов нормально, а 15-то много или мало. Открываемся, все будет нормально. Открываемся. Вот, то они сейчас испытывают некий, скажем так, рейс управления. Ну, а это было абсолютно на всех, вот, во всех бизнесах, во всех. Это, раз это рынок, то, как бы, есть в нем свои законы, есть порядки. Есть всякие там и по IPO мыльные пузыри, и по стройке. То, что к сегодняшнему дню нам предрекали, говоря в начале, да, там, 2017-го, там, конца 2016-го, что все, цены взлетят, что это будет полный трындец, что нам вообще теперь кислород перекрыли и все. То, что я сейчас наблюдаю, ну, во-первых, действительно выходят компании, которые уже, ну, не на коленке где-то в подалах развиваются. Во-вторых, пошел, пошла здоровая конкуренция, жидкости, ценообразование и так далее. То есть, и каждый уже начинает как-то заезжать на рынок, ну, свои нишки занимать. Вот, я считаю, что Global Fest, уже, да, давайте будем его фестом называть. Global Fest, это тоже будет, как бы, определенной такой вот нишей, ну, займет этот фест. И посмотрим, к чему это приведет. То есть, я сейчас, вот, честно, буду следить за развитием событий, потому что мне интересно. Потому что есть так называемые вейпы-экспо, да, с которыми вас постоянно сейчас уже начали сравнивать. Типа, вот, в прошлый раз раньше стартанули, в этот раз, я так понимаю, по срокам тоже заявлено. Слушай, ну, я могу сказать так, у меня нет антагонизма вот к этим ребятам. Я знаю, что делаю я, как я это делаю и зачем я это делаю. Мы встали в декабре, потому что это декабрь. То есть, это вот, скажем так, конец сезона по всем отраслям, уже можно веселиться, немножко развеяться там и устроить по-настоящему фестиваль. Почему в эти даты? Ну, мне кажется, уже в середине месяца как-то не то. По нам могу сказать, у нас вот прошел вейп-моушен, да, тусовка, мы тоже посмотрели, были выставки, было там, с людьми общаясь, чего не хватает? Не хватает веселья. Ну, пожалуйста, мы провели, но мы, правда, естественно, у нас уровень совсем другой и как бы глобал фест это все-таки масштабное мероприятие. Но, смотря на людей, общаясь с людьми, да, действительно не хватает веселья. Так что, ребята, глобал фест, давайте заявимся туда. Глобал вейп-фест, да, такой логотипчик у нас красивый. Глобал вейп-фест. Давайте мы туда всей компанией вейперской заявимся и посмотрим по факту. То есть, удастся ли вот этот вот дух веселья укрепить? То есть, если у вас получится это сделать в таких масштабах, я думаю, что, ну, будет здорово. Окей, давайте еще напоследующим. Я просто для себя лично, ребят, и как бы и вы тоже на уст наматываете. Мне очень понравилась линейка Сибирь. Это без всяких ребят реклам, я говорю свое мнение всегда. То есть, как бы, если конкретно к йоге где-то какие-то моменты у меня были там чего-то, Сибирь, вся линейка, вся вот на сегодняшний день, это три вкуса, она офигенная. И, ну, давайте раскроемся. Давайте, да, мне дали попробовать еще, как минимум, один вкус, я понял, добавится в линейке. Вот, ну, прокомментируйте, как вы скажете, два будет. Да, 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 да. Еще, короче, нам предстоит, это когда по срокам, успеете к фестивалю запустить? Не, однозначно, однозначно, да. То есть, на фестивале линейка Сибирь уже разрастется до сетей. Да, да, именно так. Вот, я могу сказать честно, что, что касается первой линейки, ну, ты помнишь, два-три года назад была другая полка. Конечно. Вот, другие цены, другие требования вообще, вот, наших, нашей аудитории. И были лидеры, которые продавали больше всего, компания на букву А. Да, если с ней сравнивать, то как бы там йога на выигрыше была. Вот, и честно говоря, я как предприниматель, ну, я не думал, что меня так затянет вейпинг, я ориентировался на продукт, скажем так, уровня 4+, вот, и как бы на понятный гарантированный сбыт. Вот, соответственно, пока мы все это производство организовывали и так далее, время в нашей индустрии раскручивается очень стремительно, вот, и оно внесло свои коррективы, и мы поняли, что, как мы раньше всегда делали продукты и, там, услуги всегда качественно, на это делали основу. Вот, тут надо идти по старому пути, то есть, делать прям за то, что не то, что не стыдно, а прям гордость. Раскрой секрет. Да. Миксолог один или команда? Ну, вот, ну, как? Вот, блин, как один человек? Если это один человек... Миксолог не один. Вот, все, все, на ровне сразу все понятно. Я тебе скажу даже больше, даже люди творческие, типа дизайнеров, они тоже разные, потому что концептуальная стила, как она оформлена, вот, это сложно человеку сделать, если у него внутри этого нет, если он чертиков, условно говоря, рисует. Я просто по себе, я попробовал все три вкуса, они различные и на различные рецепторы, то есть, это, ну, я просто... Это вообще премиум, если по-честному, да. Я про себя думал, если это делал один человек, ну, как-то не может такого быть, потому что, ну, вот видно, теперь все по своим местам расставили, да, очень годненько, и каждый сделал, видимо, то, что любит он. Ну, то есть, миксолог работал под свои рецепторы для себя. Вы какой-то командой это утверждали или как это происходило? Только командой, потому что настолько субъективно, это, ну, невозможно даже, блин, двум-трем человекам решение принять. То есть, была большая команда дегустаторов, которые там отмечали, что понравилось, что не понравилось. И я тебе скажу, даже не то, что разных возрастных групп, разных, как бы, национальностей, то есть, там ребята из Азии были, и наши ребята, ну, и из Сибири, естественно, где все это происходит. Вы хотите заехать на Европу? Есть такие планы? Я могу сказать честно, первое, то, что я хочу и всегда стараюсь сделать, это продукт, за который мне самому по кайфу. Вот я сделал, и прям вот я и моя команда все говорят, ну, блин, классно, мы кайфуем. Вот, я думаю, что рынок на это всегда правильно среагирует. Само особенно. Ну, все-таки ушел от вопроса. Заезжаете на Европу или куда-то, кроме России? Первое, с чего мы начали, это Азия. Европу, могу сказать честно, пока не начинали, потому что очень хорошие отзывы по Азии, и, в общем-то, мы туда свои силы нацеливали. И потом, если честно, она, в общем-то, отчасти и делалась с прицелом на внешних ребят, мы, то есть, как бы, свою уникальность отразили. Показать Россию, это Сибирь, название не будет меняться на рынке в Азии, то есть, Сибирь. Нет, 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 ну, то есть, там, Россия, Сибирь, Медведь, Водка и Края, это примерно такие вот ассоциативные ряды. Понятно. Ну, что ж, мы от себя вам, от канала прообразования пожелаем удачи. Спасибо, спасибо огромное, ребята. Удачно вам представить линеечку с таким вот громким названием, как Сибирь. Ну, и, конечно же, вас, наши уважаемые зрители, ждем на Global Wave Fest. Парень, парь, парень и парься, парень, присядь, отдохни, вдохни и расслабься с нами. Парень, парь, парень и парься, парень, пускай проблемы растворяются в туманных дней.